Валерий Седов Взять благоустройство территории на четкий контроль призвал сегодня на правительстве в Рио губернатора Павел Молков, руководителей муниципалитетов. Кроме того, региональный кадмин утвердил должность референта и установил выплаты военным, получившим ранения в спецоперации. Благоустройство территорий для новой региональной власти, как, впрочем, и для условно предыдущей, по-прежнему тема приоритетная. В этом году было обустроено 20 общественных территорий в 14 муниципалитетах. И это выбор самих жителей. Заявка следующего года шире почти втрое. Облагородить необходимо 54 пространства. Парки, скверы, набережные. Онлайн-голосование в самом разгаре. Высказались уже 62 тысячи рязанцев. Окончательные списки определят после 30 мая. А по тем работам, что уже известные, которым на местах уже приступают, Павел Молков, глав муниципалитетов, предостерег. Выделено очень серьезное финансирование в этом году. 285 миллионов рублей из федерального бюджета. И еще почти 9 миллионов рублей из областного бюджета. По всем заключены контракты уже, соглашения. Приступают к работе подрядные организации. И вот здесь нужно очень ответственно подойти к самой реализации работы. В конце каждого проекта должен быть такой конечный, завершенный результат. Полностью готовый. Не какое-то половинчатое решение, которое потом еще надо доделать. Первое кадровое решение оказалось процедурным. В штате администрации появилась должность референта губернатора за счет внутреннего сокращения ставок. А вот еще одно решение о назначении денежной компенсации рязанским военным раненым в спецоперации на Украине выглядело немного запоздалым, но от этого не менее важным. Предлагается установить адресную материальную помощь военнослужащим, получившим ранение, контузию, травму или увечья в ходе проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины в виде единовременной денежной выплаты в размере 500 тысяч рублей. Предлагается по аналогии с указом президента России расширить перечень, оказываемой регионом помощи. Это решение напрашивалось, его ждали. Справедливость в отношении раненых восстановлена. Ни одного вопроса, ни одного замечания. И вовсе не удивительно, что Павел Молков назвал его безусловным к выполнению. Максим Васильев, телекомпания «Город». «Наша задача сейчас не только возродить и восстановить разрушенные дома, дороги, инфраструктуру, но и поврежденные души», заявил сегодня исполняющий обязанности губернатора региона Павел Молков на встрече с беженцами Донбасса. Сегодня он проинспектировал условия проживания и остался увиденным доволен. Гостиничный комплекс «Золотая миля» – один из пунктов временного размещения граждан из Донецкой и Луганской Республик, начал работу 26 апреля 2022 года. Сейчас здесь проживает 183 человека, 68 из них – дети. Здесь создана вся необходимая база для временного размещения. Люди обеспечены предметами первой необходимости. Тут хорошо, мне нравится, потому что нам дали отдельные номера, у нас все отдельно, мы теперь сами, своей семьей, мама, я и моя дочь. Как бы, в принципе, все отлично, как бы дают, все тепло, ну, как бы, кормят хорошо, ну, меня, в принципе, все устраивает. Мама просто позвонила, говорит, ну, такая ситуация, что либо если мы сейчас не уедем, то мы потом вообще не уедем, как бы. Пока есть время и есть, как бы, на чем. Ну, вот мы собрались буквально, вот я прям, я знаю, за два часа. Медицинская комната, четырехразовое питание в столовой, игровая комната. С детьми занимаются воспитатели из дошкольных учреждений. Развивающие занятия для детей разных возрастов проводятся по расписанию. Все для того, чтобы люди могли жить полноценной жизнью, насколько это возможно в сложившихся условиях. Губернатор увиденным остался впечатлен. Мы сейчас посмотрели, как размещены все постояльцы гостиницы. На мой взгляд, все сделано очень качественно и хорошо, но всегда есть куда развиваться, что делать еще лучше. У меня прямо сейчас по возвращении состоится большое совещание на эту тему, и мы там рассмотрим все возможные мероприятия, все меры, которые мы можем еще предпринять для того, чтобы сделать максимально комфортным пребывание у нас в Рязанской области. Я, конечно, прекрасно понимаю, как им тяжело. И наша главная задача сейчас – обеспечить возможность возвращения к нормальной человеческой жизни. По словам временно исполняющего обязанности губернатора, первоочередные вопросы – защита и обеспечение жизнедеятельности детей и пенсионеров, а также вопрос трудоустройства. Иван Базылюк приезжал в Рязань на заработки в феврале, когда началась спецоперация, так и остался здесь. За ним приехали жена с дочерью. Дочку устроили в школу, а вот сами пока работу не нашли. Назад вернуться возможности нет. Дома мать осталась, я там поддерживаю связь с ней. Тоже, ну, стреляют. Когда начались массовые боевые действия, я сказал, чтобы уезжали сюда. Решить остро стоящие для этих людей вопросы – задача приоритетная. Поэтому и визит в пункт временного размещения в графике Павла Малкова был внесен одним из первых. Я совсем недавно в должности работаю, но мои коллеги знают, что я в самый первый день поставил задачу организовать вот эту встречу, потому что это для нас самый приоритетный вопрос. Все, что касается специальной операции, мы должны смотреть в первую очередь. Рязань в контексте приезда беженцев всегда отличалась радушием. И нынешние условия, созданные для них, лишнее тому подтверждение. Впрочем, на этом свою роль и роль власти в целом Павел Малков завершенный не считает. Как заявил глава региона, каждому будет создан максимально возможный комфорт и в жизни и в работе. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Стать оператором коптера или взять на себя управление робомашиной – это только часть заданий, которое предстоит выполнить школьникам на региональном этапе Всероссийского конкурса «Агро-НТИ-2022». Уже традиционно третий год подряд его проводят в Рязанском государственном агротехнологическом университете. За джойстиком робомашины – Алевтина Исаченко. Управлять такой – не часть какой-то игры. Это важный региональный этап Всероссийского конкурса «Агро-НТИ-2022». По условиям испытания нужно перенести сток сена к коровнику, загрузить предметы в прицеп. В общем, задач хватает. Работает Алевтина вместе с напарником. Тот управляет теплицей. Наверное, мост, который с сильным поворотом, там можно упасть. И мост, который трясется, потому что с него тоже можно упасть. Алевтина участвует в региональном этапе второй раз. В прошлом году до финала ей не хватило пяти баллов. Теперь готова выложиться по полной. Впрочем, на региональном этапе «Агро-НТИ-2022» – это не единственная площадка. Всего их семь. И каждая отражает современное направление развития акротехнологий. Конкурс направлен на вовлечение молодежи, сельской молодежи и малых городов в новые технологии, в цифровые технологии. Это агророботы, агрокосмос, агробио, это добропчел. То есть те современные технологии, которые сегодняшний день востребованы в сельском хозяйстве. И для ребятишек это неплохой задел при выборе в дальнейшем профессии, при вовлечении молодежи на силуэта – главная наша задача. Можно сказать, что Рязанский государственный агротехнологический университет стал уже традиционной площадкой для проведения регионального этапа. Здесь он проходит уже в третий раз. И вуз к этому полностью готов. Каждая площадка оборудована для участников, учеников сельских школ и малых городов. В этом году активных ребят в избытке. Из тысячи заявок отобрали всего несколько сотен. Возможно, среди них новые светила науки. Для того, чтобы технологический прорыв у нас проходил в дальнейшем, нужны образованные карты. Это вы. В дальнейшем мы вас ждем на производстве. Производство сельскохозяйственное. Вы сами знаете, что без этих ваших знаний не будет прорыва в сельском хозяйстве. Победители, а их будет всего шесть на каждой площадке, отправятся на всероссийский финал. И уже чемпионам среди всех призов дадут самый главный. Небольшой плюс к баллам ЕГЭ. Это хорошо скажется при поступлении. А если ребята решат связать свою судьбу с агропромышленным комплексом, то уже ясно, какой вуз они выберут для обучения. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Партнер программы «День города» – выставка свежей рыбы и икры. Самые вкусные, а главное – свежие деликатесы ждут вас на первом этаже торгового центра «Премьер» у центрального входа. Провокация со стороны бунтующей толпы и вот несколько осужденных на свободе. Не пугайтесь, это всего лишь сценарий учения Академии ФСИН. Для российских исправительных колоний такие вот волнения заключенных в случае всегда экстраординарны. Но в этом и суть комплексных учений, приближенных к реальности. Главное – обучить курсантов безошибочно действовать в самой серьезной ситуации. Курсанты в полной экипировке выдвигаются на территорию учебного центра Росгвардии. Впервые за 25-летнюю историю учений будущие выпускники все роли забрали себе. Раньше радикальными зэками были действующие сотрудники. Мы сегодня выполняем роль осужденных. То есть мы в учреждении организовываем бунт непосредственно с администрацией учреждения. И в последующем наша задача, чтобы нас не забрали, так скажем. Чтобы нас не повязали. По словам пятикурсников, побывать, что называется, в шкуре заключенных позволяет лучше понять менталитет спецконтингента. Их манеру общения и так называемые подводные камни. Например, при освобождении заложников. Через несколько недель пятикурсники приступят к реальной работе в своих территориальных органах. Учение – итог, своего рода возможность отшлифовать основные навыки. Данными учениями проводится и отрабатывается 25 вводных. И это та практическая составляющая, которая позволит действительно закрепить на практике те теоретические знания, навыки, как я уже говорил, для того, чтобы в дальнейшем уже на практике использовать их. Игровые коллективы сформированы по принципу исправительных учреждений с полной организационной структурой, где есть начальник, заместитель, сотрудники всех основных отделов и служб, чтобы каждый курсант мог найти себя именно по той специальности, которую он осваивает в ВУЗе. После получения диплома я направлен в Республику Крым, в сезон номер один по городу Симферополь и на должность инспектора режима. Это семейная. Отец у меня, правда, в МВД. Но решил сюда. С гордостью, конечно, буду носить погоны. Служу России. По поводу того, какая задача сложнее, собрать улики с места преступления или грамотно оформить протокол и текущую документацию, мнения участников разнятся. В их специальностях мелочей не бывает. Все решения участники игровых коллективов принимают самостоятельно. Как провести оперативное совещание, расследовать условное убийство осужденного с помощью криминалистической техники, рассматривать ходатайство осужденных об условно-досрочном освобождении и переводе в колонию поселения, открыть удаленный производственный участок. Навыки обысково-досмотровых мероприятий участники учения отработали в исправительных колониях 5, 4 и К2 УФСИН России по Рязанской области. С предыдущим этапом курсанты Академии УФСИН России справились на оценку отлично. Сейчас у нас предстоит освобождение лиц захваченных и удержанных в качестве заложников на объекте УФСИН России. Промежуточные итоги комплексных учений «Итог-2022» подведут на оперативном совещании. Именно тех, кто лучше всех справился с высшей формой оперативно-служебной и профессиональной подготовки сотрудников уголовной исполнительной системы, прозвучат в актовом зале по окончании учений. Олеся Харлина, Марина Романюк, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 16 по 21 мая. ТЦ Премьер. Камчатки.